Привет! Вторая часть, вторая часть, вторая часть. Вторая часть, смотрите, это у нас от Сифоры. Сифора это грязевая маска с цинком и белой глиной. Плюсы не содержат алкоголь. Еще плюсы легко распределяются и не стягивают кожу, несмотря на то, что это глиняная грязевая маска. Вы сами, наверное, прекрасно знаете, что глиняные маски грязевые, они обычно настолько стягивают кожу, что прямо некомфортно. Хочется закричать, как знаете, в этом Энтони Хоффкинс в фильме, как вот это, где у него маска-то была? Молчание ягнят, да? Сорвать эту маску, это не в этом случае. Очень в этом плане комфортная маска. Содержит калин, это особый серый сорт глины. Не такой сушащий, чем обычная. Вот это, наверное, поэтому она не такая сушащая. Вытягивает всю гадость из вашей кожи, как вы понимаете. И идеально для сухой чувствительной кожи, что редкость для глиняных масок. Так что это большие плюсы. Содержит глицерин, суперзвезду нашу. Увлажняет и удерживает влагу. Бутиленгликоль делает то же самое. А минусы, ребята, огромный минус. Он содержит такое количество запаха искусственного. И этот запах находится в 10 первых ингредиентах. То есть, самое большое количество ингредиентов содержится... Вот, 10 ингредиентов первых. Они самые важные, которые перечислены на упаковочке. Так, парфюм там в первой десятке. Это отвратительно. Я когда её открыла первый раз, я обалдела. Такое количество запаха. Я ещё, наверное, не ощущала ни в каких продуктах для лица. Пахнет как... Пахнет неприятно. Пахнет как сирень примерно. Но! Вот, смотрите, я не знаю, что они пытались этим запахом замаскировать. Наверное, у них это была задача. Потому что я не знаю, зачем этот запах там. Но у них они просто сделали очень плохую работу в этом плане. И ни в коем случае я бы не стала рекомендовать эту маску только вот из-за этого. Из-за того, что там парфюм они туда налили. Пол банки это парфюм, по-моему, там. Так что не рекомендую. Хотя вот, если бы не запах, который совершенно там не должен присутствовать, я бы эту маску купила ещё и рекомендовала бы её обязательно. Ещё одна масочка от First Aid Beauty. Вот. Такая. Опять же, 10 минут масочка. Такая же по размеру, как та, которую я вам уже показывала. Это увлажняющая маска для всех типов кожи. Содержит такие замечательные совершенно ингредиенты, как овсянку и масло ши, которые успокаивают кожу. Овсянка не только успокаивает, она является антиоксидантом, а также помогает людям с сухой кожей и даже с кожей, которая склонна к экземе. Ммм, вот так вот. Это всё плюсы. Но! Это ингредиенты, как всегда, у First Aid Beauty очень хорошие. Ну, смотрите. Использовать эту маску... А, я вам забыла сказать, что это маска как бы... А, ну, я сказала, да? Овсяная маска. Использовать эту маску, это всё равно, что размазывать овсянку, вот овсянку, кашу именно, по всему лицу. И пахнет она, как прокисшая овсяная каша. Это настолько отвратительно, ребята, что, ну, я бы никому её не порекомендовала. Такой экспириенс, лучше не переживать больше. Я её еле закончила, и так её здесь не очень много, да? Ммм, нет. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Насколько она хорошая по ингредиентам. Но она, кстати, ещё и плохо по лицу распространяется, а смывается ещё хуже. Так что не купила бы снова ни за что. Крем для лица. От моей любимой фирмы. Значит, это кейл и шпинат, зелёный чай с гиалуроновой кислотой. Это малюсенькая версия в 15 мл. Опять же, от моего любимого бренда Used to the People. Он продаётся на русской сифоре. Дерматологи, я уже говорила, вам рекомендуют очень эту фирму. И, значит, смотрите, вот это вот, плюсы этого. Не содержит парабенов, сульфатов, алкоголя, силиконов. Зато содержит такие замечательные ингредиенты, как пантенол. Он помогает заживлять ранки. Вы, наверное, знакомы с этим ингредиентом. Особенно он хорош для сухой кожи. Экстракт ромашки, ухаживающий за кожей. Особенно за чувствительной кожей и сухой. Глицерин, увлажнитель и защита. Но, смотрите, вы заметили, что я постоянно говорю за сухой кожей, за чувствительной кожей, за сухой, за чувствительной? Это неспроста. Потому что этот крем мало подойдет, по моему мнению, для кожи жирной или комбинированной. Потому что он содержит, к сожалению, ингредиенты, которые могут вызвать раздражение и проблемы. Вызвать прыщички и акне. Вот у людей, которые к этому склонны. При этом не содержит синтетического запаха. Но пахнет он, ну просто, ребята, он просто невероятно хорошо пахнет. Он пахнет вот банькой, веничком. Вот всем таким вот хорошим деревенским. То есть, вот это конкретно такой натуральный запах шикарный. Ой, вообще. Так, и очень понравился этот крем мне. Потому что у меня сухая кожа. Он мне идеально подошел. Я бы, ну смотрите, я бы купила большой размер, если только он был по скидке хорош. Потому что это дорогущая фирма. Поэтому, как бы, ну не знаю, он впитывается хорошо. Если такое, на меня немножко жаба душит все-таки. Вот, но я этот крем рекомендую. И вообще рекомендую эту фирму. Она очень-очень хорошая. Но дороговато. Еще один крем для лица. От японского бренда Тача. Слышали вы про такой бренд? Это увлажняющий крем для лица. И Тача это фирма японская, которая основывает свои, значит, технологии на, интересно, на ритуалах гейш. Вот то, что они раньше использовали, да, они все самые только лучшие использовали. Выглядели, должны были они идеально. Поэтому вот это у них такая вот интересная, как сказать, такая политика использует вот такую формулу якобы. Ну не знаю, насколько это правда. Но, в общем, вот. Дорогущая тоже фирма. Смотрите, значит, у меня тоже маленький размер. Что-то 15, наверное, миллилитров тоже. И вот эта вот штучка содержит три основные японские суперингредиента. Ферменты зеленого чая, риса и водорослей. Они являются отличными увлажнителями. Это как суперингредиенты такие секретные у них. Также в креме там есть глицерин, естественно, сквалин и прочее. Главный минус этого крема – это его цена. Да, к сожалению, этот крем очень дорого стоит. И еще минус такой, вы не поверите, в нем есть синтетический запах. Но зачем, спрашивается? Почему? Why? Вот. И смотрите. Значит, пахнет он приятно. Но так как запах искусственный, это будет вызывать раздражение кожи. Если не сейчас, то в будущем. И еще самое ужасное. Они зачем-то добавили туда алкоголь, ребята. Алкоголь, который сушит кожу. А вообще этот крем для сухой кожи. Ну, это вообще не имеет смысла. В общем, хорошо он подошел для моей кожи. Даже он слишком такой прям увлажняющий. Может быть, его лучше даже вечером использовать. Но второй раз я бы его, конечно, не купила. Смотрите, узнаете этого плохого мальчишку? Да-да-да. Смотрите мое видео с распаковки Ивси. Это Green Clean от Pharmacy. Мой любимейший продукт по снятию макияжа. Он у меня наконец-то закончился. Смотрите, значит, чем он хорош. Он не содержит алкоголя, во-первых. Но он содержит масло... О, почему нота? Но не содержит алкоголь, это хорошо. При этом он содержит масло семян маринги. Маринга – это такое большое дерево с белыми цветами, произрастающее в Индии. Так что такой вот уникальный ингредиент. По действию масло маринги схоже с оливковым маслом. То есть оно питает, увлажняет и богато жирными кислотами. Прекрасно удаляет макияж. Очень комфортное, увлажняющее средство. Оно мне очень-очень нравится. Смотрите, я до этого никогда, мне кажется, может быть, пару раз всего использовала подобного рода средства. Бальзамы, то есть для снятия макияжа. И у меня очень был плохой опыт до этого. Я покупала бальзам для снятия макияжа от Pixi. И это оказался такой кошмар. Я первый раз, когда попробовала, я не поверила. Я думала, это что, реально, что ли, так бальзамы все работают? То есть я нанесла это, значит, бальзам на сухую кожу, там его растерла, да, чтобы макияж удалить. И когда я стала смывать, он просто не смывался. У меня вот, наверное, вот мне казалось, у меня вот такой слой на коже жирный, просто как будто я его салом натерла лицо. И он ни за что не хотел смываться. Я, наверное, там минут 10 стояла, его пыталась смыть. Нет, и все. Нет, и все. Я думаю, ну ладно, это может быть один раз. Я еще пару раз попробовала. У меня вот такой вот большатка, ну он такой большой довольно, в контейнере был, я его выбросила. Я его выбросила, ребят, ну потому что... А причем он стол не так уж и дешево. Ну это просто какой-то, ну... Дерьмо. Дерьмо, не проду, больше ничего не могу сказать. Поэтому я такая очень-очень скептически поначалу думаю, ааа, очередной бальзам. Думаю, о, бальзамы это не для меня. У меня уже от Pixi такое сложилось впечатление. Когда я попробовала этот продукт, я обалдела. Я не знала, что бальзамы настолько могут быть хорошими и классными. Я думала, не зря, значит, другие блогеры восхищались именно вот этим и вообще там другими еще бальзамами для себя не макияжа. Теперь я, они меня... Я приверженец бальзамов и завод с ними пользуемся. Но есть парочка но. Он содержит парфюмерные добавки и эфирные масла. А что мы выучили, это очень нехорошо, и это является раздражителем для кожи, да? И еще, и еще, внимание, бомба. Содержит полиэтилен. Полиэтилен, ребята. Но настолько его люблю, что готова мириться. Да, да. Меня даже это не смущает, ребята. Так что вот, рекомендую этот бальзам. Попробуйте и сами оцените. Так, ну что, осталось у меня еще пара буквально продуктов. Ой, смотрите, кисточка. Кисточка для нанесения макияжа глаз, для растушевки вот эта конкретная. Как вы заметили, на ней нет никакого лейбла. Почему? Потому что с ней связана особая история. Я решила, значит, у меня обычно, ну вот, кисточки все хорошие фильмы и так далее. То есть, как бы, все у меня классные кисточки. У меня нет никаких ноунеймов. И тут, значит, я думаю, о, а что, если мне заказать попробовать кисточки с какого-нибудь китайского сайта? Это была плохая идея, ребята. Потому что мне пришли вот эти кисточки. Они очень дешево стоили. И, значит, смотрите, она настолько мягкая, что я, когда пытаюсь растушевать в какую-то тенюшку, она просто как бы, ну, это бред. Это бред. И эта кисточка, я вот последний раз, видите, она немножко голубенькая даже, потому что я пыталась на днях тут растушевать ей тени. Я сразу ее положила вам показать в эту, в коробку, чтобы сказать вам, что это на выброс кисточка. И вот не зря все-таки, ну, я не знаю, это, может быть, не все, конечно, но не зря кисточки, за которые мы платим побольше денежек немножко, но они из-за той качества лучше. Ну, я надеялась, что, может быть, я ошибаюсь, но вот это конкретно очень плохой пример. Так что нет, нет, еще раз нет. Выбрасываем. Дальше. Вот такая штука. Такую вы, наверное, не знаете, что это. У вас продают такие в России или нет? Это от Aroma Area Essentials. Смотрите. Это такой спрей для душа. Спрей для душа. Этот конкретно вкус розмарин и мята. Я обожаю запах мяты. И вот это спа-мист для душа. То есть вы, значит, заходите в душ, включаете, он у вас начинает литься, и вы, тут написано сколько там, три раза максимум, от одного до трех раз, вы пшикаете прямо на струю, которая вот так сверху на нее пшикаете. Я больше брызгала, по-моему, четыре раза брызгала. И как бы душ наполняется ароматерапией. Ненадолго, правда. У нас вот, у нас как ванна и душ в одном, да. То есть он работал бы лучше, если бы был закрытый душ, как кабинка. Тогда бы он как бы не испарялся. А так он действует буквально несколько секунд, ты выдыхаешь аромат, а потом как бы уже ничего не чувствуешь. Но вот такая вот, здесь 280 миллилитров. Мне его хватило, я даже, не знаю, я боюсь соврать, но больше года, может, даже два года я его использую. Ну, не знаю, год-полтора так точно. При том, что я его каждый день использую. Вот и представьте. Этого вообще, экономия сплошная. В общем, я люблю такие штуки. У меня уже там новенький стоит, между прочим, в душе. Там у меня уже лаванда теперь моя любимая. Вот, так что вот такую штуку я рекомендую. Она, кстати, не очень дорого и стоила. Особенно, если она вот два года будет вам служить, так это вообще огромный плюс. Так, вот, смотрите, какая штука. Это от бренда, от какого это бренда? Mineral Spa, минеральный Spa. Это крем для ног. Написано лаванда и Epsom Salt. Epsom Salt это то, что вы добавляете такие соли, когда вы в ванну принимаете. То есть расслабляющие и так далее. Они очень хорошо подходят для тех, кто спортом позанимался, они как бы мышцы расслабляют. Почему я его купила, как вы думаете? Правильно, потому что на нем написано лаванда. Пахнет он лавандой? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Я не знаю, чем он пахнет, но это совершенно точно не лаванда. Он не делал абсолютно ничего. Это все равно, что вы бы, я не знаю, что, ну, сону свои ноги мазали. Ничего. Если бы я ничего не мазала, и я мазала это, это одно и то же. Он ничего не делал. Трата денег. Ни за что больше такое не куплю. И разочаровалась очень сильно. Вот. Если вы живете в Канаде, увидите такой Mineral Spa, не покупайте. Так. Все. Последний продукт. Последний продукт. Гель для душа. От бренда I Love. Этот у меня конкретно в запахе... Ой, господи. Малина, малина. Глазированная малина. Смотрите, значит, он пахнет... Ой, какой грязненький. Вытек немножко. Он пахнет абсолютно как малина. То есть не искусственно, как у нас любят вот в России делать гели для душа, которые пахнут неестественно. А этот прям запах вот малины. Вот как в детстве вы у бабушки варили малиновое варенье в детстве. Вот точно так же, такой же точно запах прекрасный. До этого я покупала от этой фирмы ванильный. Тоже шикарно пахнет. И очень хорошо пенится. И я еще высмотрела, там у них еще есть другие запахи. Я бы эту фирму с удовольствием еще покупала. Она недорогая совершенно. В аптеке вот здесь я у нас покупаю. И рекомендую. Очень хороший гель для душа. Никакой он там не... Ну, не клин бренд. Но не обязательно. Потому что для кожи... Кожа тела, она не такая капризная, как кожа лица. Поэтому можете использовать и запахи, и парабины, и так далее. Это не так страшно. Вот. Ну что? Все. Пожалуй, все. Я вам рассказала. Все, что у меня закончилось за апрель месяц. И в конце мая, я думаю, что я еще сделаю такое видео. То, что у меня закончилось за май. По-моему, интересно. Напишите, пожалуйста, какие вы любите бренды. Чем вы сейчас пользуетесь с удовольствием. Порекомендуйте что-нибудь. И, пожалуйста, оцените это видео. Подписывайтесь на мой канал. Я всем рада. И увидимся... Ну, скоро увидимся. На этой неделе так уж точно. Вот. Ну все. Хорошее всем настроение. И целую вас. Пока-пока. Пока-пока.